Эфир с телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Обещанного ждут 10 лет. В администрации Буйнакска проходят обыски. Что ищут правоохранители, смотрите через минуту. Погром, сорванные рейсы, паника среди пассажиров. О последствиях беспорядков в аэропорту говорили на встречу главы республики с общественниками. Впервые первые. Минифутбольный клуб «Урада» выиграл чемпионат Шамильской районной лиги. Подробности в спортивном блоке. Обыски в администрации Буйнакска. Правоохранители изъяли документацию по ранее возбужденному уголовному делу о халатности при предоставлении жилья детям-сиротам. Как сообщает Следственный комитет Республики, в муниципалитете на учете состоят 89 лиц из числа этой категории. Многие из них ждут положенных им квадратных метров более 10 лет. В данное время идут оперативные мероприятия по установлению всех причастных к этому преступлению лиц. К другим темам. Долги по зарплате в республике за месяц снизились почти в 11 раз. По данным Дагестанстата, на 1 октября просроченная задолженность по оплате труда в регионе насчитывается почти в 5 миллионов рублей. В сентябре же этот показатель составлял более 53 миллионов. Задолженности сохраняются перед 110 работниками. Год назад таких было около 700. В большей части это сотрудники сферы сельского хозяйства и ЖКХ. Александр Зимин назначен министром природных ресурсов и экологии республики. Соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов. В марте этого года Зимин возглавлял ведомство в статусе временно исполняющего обязанности. До этого он занимал должность главы Тарумовского района. Руководитель отдела примирения Мухаммад Рассол Саадуев и руководитель отдела ФЕТВ Зайнула Атаев больше не работают в муфтияти Дагестана. Об этом сообщает официальный телеграм-канал духовенства. Причиной их увольнения является разногласие по палестинскому вопросу. Самовольные выступления недостойны и не поощряются для работников ни одной серьезной организации. Высказанное вслух мнение должно быть ответственным и коллегиальным, говорится в обращении муфтията. Желание поддержать народ Палестины в конфликте с Израилем обернулось для дагестанцев массовыми беспорядками в аэропорту Уйтаж 29 октября. О причинах и последствиях событий того дня говорили в Махачкале на встречу главы Дагестана Сергея Меликова с лидерами общественного мнения. На мероприятии присутствовала и наш корреспондент Салия Магомедова. Ей слово. Черный день в истории Дагестана. Именно так, по мнению главы республики Сергея Меликова, можно назвать дату 29 октября. Когда молодежь прибыла в махачкалинский аэропорт Уйтаж в поисках граждан Израиля и устроила массовые беспорядки. Своими мыслями относительно произошедшего руководитель региона поделился с лидерами общественного мнения. Встреча с ними прошла в Доме дружбы в Махачкале. Если бы вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять человек мы бы из этой обезумевшей толпы вывели, дали бы им глобус, но глобус это очень сложное для них понятие, дали бы им карту и сказали покажи Ближний Восток на карте. Они искали его где-нибудь там в Антарктиде, я не знаю, в Африке или еще где-то. Они же даже понятия не имеют, что такое Палестина и что там происходит. Они прикрываются идеями мусульманского мира, абсолютно не понимают идеологии. Рычаги управления толпой находились далеко за пределами Дагестана, сказал глава. Он добавил, что не было ни одной заявки на митинг в поддержку народа Палестины. В противном случае она была бы рассмотрена и удовлетворена. Поэтому это все ложь, это вранье о том, что кто-то кому-то запретил проводить эти мероприятия. У меня вообще создается впечатление на фоне того, что вчера еще и Владимир Владимирович выступил, они не аэропорт ли сам являлся объектом нападения, как самый южный аэропорт Российской Федерации, как аэропорт, на котором вместе с гражданскими самолетами совместно базируется авиация силовых ведомств. В целом эмоциональной и полной жесткой критики выступление Сергея Меликова нашло поддержку среди собравшихся. Министров, депутатов, представителей общественных, образовательных и культурных организаций, органов местного самоуправления. Более сдержанным в высказываниях был премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, назвал тот случай общей недоработкой всех ответственных структур. Мы должны сделать соответствующие выводы. Прежде всего, это наша общая недоработка, потому что вопросы духовно-нравственных ценностей в последние десятилетия были забыты нашим дагестанским народом. А молодежь, которая тот вечер бесчинствовала в аэропорту, это просто люди необразованы. О необходимости диалога с молодежью говорил парламентарий Заур Аскендеров. Поэтому после известных событий он предложил депутатам провести беседу с населением в городах и районах республики. Аскендеров также отметил, что дагестанцы в тот вечер оказались на территории воздушной гавани, потому что поддались на призывы в социальных сетях. Направлены они были на разжигание межнационального и межрелигиозного конфликта. Если бы вам сказали, что в Дагестане может быть неприязнь, конфликт на национальную почву, наверное, никто бы из вас не поверил. Дагестан всегда славился своей многонациональности, гордился этим. Они устроили беспорядки в аэропорту, оказывали противодействие сотрудникам правоохранительных органов. Незаконно удерживали людей, останавливали машины, проверяли их паспорта. Пострадали ни в чем не повинные люди. Правоохранительными органами задержаны десятки виновных. Будут обязательно установлены все виновные, и они понесут наказание. И они должны понести наказание. Свою оценку произошедшим дал глава республики. Просить у Сергея Меликова снисхождение для участников беспорядков бессмысленно. Его не будет. В этом вопросе глава Дагестана обозначил принципиальную позицию. Уже известно, что ущерб аэропорту предварительно составляет 285 миллионов рублей. Суды арестовали 15 причастных к противоправным действиям на срок от 3 до 10 суток. Еще двоим назначено наказание в виде обязательных работ на 60 часов. Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Расследование дела продолжается. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Обсудили массовые беспорядки в Махачкаринском аэропорту и в Управлении образования Махачкалы. Здесь прошла встреча с директорами городских школ. Участники говорили о разработке комплексных планов профилактической работы в образовательных организациях. Основная задача – огородить учащихся от информационных провокаций, включая фейковые новости. Сейчас все школы города находятся на осенних каникулах. И тем не менее, мы считаем, что нам есть необходимость собраться, обсудить воспитательную работу, профилактическую работу, работу с родительскими комитетами, заместителем по воспитательной работе. И мы эту работу планируем делать на системной основе. Вчера в мэрии города Исупом Джамбекевичем был проведен оперативный штаб, на котором мы получили ряд поручений. И в том числе провести профилактическую работу, разъяснительную работу с нашими коллегами, которые обеспечивают воспитание и обучение школьников. В обсуждении также приняли участие представители правоохранительных органов и духовенств в республике, которые обозначили комплекс необходимых мер по работе с подрастающим поколением. Наша задача – вложить частичку воспитания того, что наши предки нам завещали, те принципы религиозные, которые нам религия оставила. Сегодня молодежь полностью через интернет черпает информацию, ответы на свои вопросы не получают. Идеологию можно противопоставить только идеологически. Здесь мы ваши помощники. Одну вещь хочу, чтобы каждый из нас, я вас очень сильно уважаю, я вам огромное благодарность выражаю за то, что вы активно нам помогаете в этом деле. Мы на самом деле, вот наш муфти сказал, мы как пятое колесо. Мы ни на что не претендуем, нам ничто не нужно. Я честно сказать, я в этой своей работе, я всегда в этих детях вижу своих детей. И о спорте. Мини-футбольный клуб «Орада» впервые выиграл чемпионат Шамильской районной лиги. Игры этого ежегодного турнира стартовали в начале года. В спор за победу вступали 18 команд. А интрига в верхней части таблицы сохранилась до последнего тура. Об итогах заключительного игрового дня расскажет Курбан Рагимов. Ему слово. Угроза исходит даже от вратаря. В последнем туре чемпионата у футболистов «Орады» нет права на осечку. Начало матча с соперниками из «Нитаба» прошло в упорной борьбе. Но во второй половине игроки в красных футболках взяли все в свои руки. Итог 5-0 и первое в истории турнира чемпионства уродинцев. Эмоции непередаваемые. Это не мало кто поймет, потому что мы в этом чемпионате практически с самого начала. Мы шли к этому очень долго, упорно трудились, работали. От сезона к сезону мы старались. Причину создавали. И, аль-хамду ля, хвала Всевышнему. Наконец-то нам удалось выиграть золото. Триумф «Орады» – не единственная сенсация этого сезона. Впервые в тройку призеров вошла команда «Мокода». Серебро у хучадинцев. Для победы им не хватило одного балла. Для нас этот сезон был очень тяжелый. У нас так ярко выраженных лидеров тоже не было. Чисто командная игра. И хочу в первую очередь своих ребят тоже поздравить с третьим местом. Это, считай, за 8 лет самое лучшее наше достижение. Историческое, можно сказать. Очередной сезон Шамильской лиги стартовал весной. Игры в формате 6 на 6 каждую неделю проходили на одном из полей в центре Махачкалы. Несмотря на острую борьбу на поле, турнир проходил в дружеской атмосфере. Так, лига уже 8 лет помогает сплотить и объединить выходцев из разных соу района. В первую очередь хотел бы от следующей поздравить чемпионов и призеров нашего турнира, чемпионата Шамильского района, который длится около полугода, больше даже, чем полугода. Пожелать им дальнейших успехов. Хотел бы поблагодарить оргкомитет и те, которые сыграли очень большую роль для того, чтобы транслировались каждые игры. Каждая игра была в прямом эфире транслирована на протяжении всего времени проведения чемпионата. И хотел бы вызывать других районов, других городов, чтобы проводили подобные такие же турниры и чтобы среди чемпионов в конце провести Лигу чемпионов Республики Дагестан. На церемонии закрытия чемпионам и призерам вручили памятные кубки и медали. Также оргкомитет турнира определил лучших игроков в индивидуальных номинациях. В трех из них лауреатом стал форвард Урады Магомед Айгумов. Который внес весомый вклад в чемпионство своей команды. Курбан Рагимов, Шамиль Хирея Сулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня, наверное, все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин